Здравствуйте! В эфире программа подробностей. Сегодня подробно будем говорить о начавшемся отопительном сезоне. Сегодня, 1 октября, он официально стартовал в Рязани. Вместе с нами в студии заместитель директора Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей Владимир Базарев. Владимир Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, собственно говоря, как первый день отопительного сезона? Как все идет в штатном режиме? Первый день отопительного сезона – это стартовый день. Естественно, мы ожидали этого. Естественно, все службы были готовы к этому. Переданы на станции заявки на подъем давления. Разворачиваются наши котельные муниципальные, поданы заявки на ведомственные котельные. То есть предприятие начинает работу в своем полном штатном режиме, в режиме отопительного сезона. Вот вызывает, может быть, где-то вопрос, что в этом году сентябрь нам подарил такой действительно, наверное, даже не по-осеннему, а по-летнему теплый месяц. И, в общем-то, пока на улице достаточно комфортная еще температура. Не рано ли рязанские коммунальщики, что называется, затопили? Ну, на самом деле, действительно, в этом году осень нас побаловала теплой погодой. Но тут я должен вам сказать, что одномоментно включить или подать в город отопление и запустить все дома, и создать везде, во всех социальных учреждениях, во всех квартирах, комфортные условия невозможно. Для этого требуется определенное время. Это время определяется графиком подключений. График предполагает восьмидневный порядок подключения, поочередного подключения объектов теплопотребления. Поэтому последние дома, последние объекты у нас будут подключаться не ранее 8 октября. Что за это время случится с погодой, никто не знает. Ну, вернее, синоптики наверняка знают и прогнозы строят. Но я так думаю, что к 8 октября погода будет далеко от комфортной. Ну, в любом случае, есть такая поговорка, что пар костей не ломит, да, лучше уж пару дней, что называется, побыть с открытым окном, чем потом пару дней мерзнуть. Ну, я не думаю, что придется быть с открытыми окнами. На самом деле, у меня просьба такая и обращение и гражданам, и гражданам к нашим, и к средствам массовой информации. Давайте с пониманием отнесемся к этому процессу, доверимся специалистам, которые много лет работают в этой сфере и знают, как это дело происходит. Если мы достаточно плавно войдем в период отрицательных или достаточно низких температур, это почувствуют все. То есть, никто не будет испытывать дискомфорта. Ну, а рано, не рано, ну, давайте об этом спросим, ну, например, у тех, кто каждое утро водит своих детишек в детский сад. У тех, кто в силу своего возраста остается дома и большую часть времени проводит дома. Рано или не рано? Ну, я имею в виду людей и преклонного возраста, и людей, которые, людей с ограниченными возможностями. Тех же самых школьников, которые, в общем-то, большую часть времени проводят в классных комнатах, сидя за своими столами. Ну, я думаю, что не рано. Я думаю, что достаточно. Насколько я понимаю, вот сегодняшний день, завтрашний день, а послезавтра, вот первые дни отопительного сезона, основные усилия сейчас будут сосредоточены на пуске тепла в так называемые объекты социальной сферы, то есть школы, поликлиники, больницы, детские сады. Да, совершенно правильно. В первоочередном порядке тепло будут получать объекты социальной сферы, детские сады, школы, больницы. Предусмотрено графиком пуск во все учреждения тепла в течение первых трех дней отопительного сезона. Наши службы, все уже подразделения нашего предприятия мобилизованы, нацелены на это. Это, естественно, для нас наступает такой самый напряженный период, работать мы будем без выходных, работать будем весь световой день, как это полагается. Ну, для того, чтобы, в общем-то, все свои планы, все свои работы по подключению завершить в те сроки, которые мы сами предусмотрели этими графиками. Готовы ли, что называется, аварийные службы к возможным порывам, да, в результате заполнения? Безусловно. Ну, предприятия наши, понятно, что это жизнеобеспечение города, естественно, у нас есть все аварийные службы, все аварийные бригады, круглосуточные дежурства, диспетчерские службы. Все как обычно. На любое обращение, на любую жалобу будет та или иная реакция. Либо выезд аварийно-выездной бригады, либо выход наших специалистов для анализа ситуации, устранения повреждений, либо, ну, совместно, если будут возникать какие-то споры, по наличию и отсутствию тепла будут выходить специалисты, ну, другого уровня вместе с жилищными организациями. – Отработан ли в этом году механизм, ну, что называется, фиксирования, да, пуска тепла в конкретном доме, аж для последующих перерасчетов, чтобы у жителей домов не возникало вопроса, что они там, например, отопительный сезон начался 1 октября, а вы к доме тепло дали только 8-го, а насчитали как с 1-го, да, вот отработан ли этот механизм, как вести себя людям? – Этот механизм отработан, как и в прошлом году, мы будем работать, пуски все будем производить во взаимодействии с жилищными организациями, поставка тепла в каждый многоквартирный жилой дом будет оформляться отдельным актом, вместе с нашим представителем и представителем жилищной организации. – Представитель жилищной организации – это полномочный представитель собственников и, ну, жителей этого дома. Да, начисление будет происходить с 1-го октября всем жителям, далее по установлению факта подачи или даты подачи, фактической даты подачи тепла в данный конкретный дом, этому дому будет производиться перерасчет. Если подача тепла была произведена 8-го октября, значит, с 1-го по 8-го октября в следующем месяце люди увидят перерасчет, то есть им будут возвращены те денежные средства, которые были начислены с 1-го октября. То есть этот механизм мы не опробовали, мы его применили в прошлом году, он показал свою правильность и эффективность, мы его применяем и в этом году. – Да, в всех случаях, я вот на своей практике не помню, что какие-то большие вопросы по этому поводу были. – В прошлом году у нас не возникало таких вопросов, надеюсь, что в этом году все пройдет так же организовано, так же с пониманием. – Дай бог. Лайя Михайлович, еще что хотел спросить, конечно, качество прохождения отопительного сезона во многом зависит от того, как к нему подготовились. Что касается подготовки к зиме в этом году, как она прошла, насколько удалось выполнить тот перечень мероприятий, который был запланирован, даже в сравнении, к примеру, с прошлым годом? – Ну, ежегодно мы выполняем в полном объеме те работы, которые планировали, в этот год не исключение. Все текущие ремонты, капитальные ремонты, которые были предусмотрены графиком, все мы их выполнили. Ну, те работы, которые еще остались незавершенные, они продолжаются, они будут завершены, и я вас уверяю, они не будут сказываться на качестве теплоснабжения жилых домов. – Хотелось бы обратиться еще раз к гражданам с тем, кто еще не до конца исполнил свой долг перед нашим предприятием, я имею в виду долг, финансовые долги за прошлый отопительный сезон, поскорее завершить исполнение своих обязанностей и эти долги нам вернуть, потому что деньги нам сегодня крайне необходимы, потому что мы большую часть энергоресурсов все-таки покупаем у производителя. И хотел также предупредить, ну, понятно, что соцсфера, что жилье – это как бы безусловные объекты, на которые тепло будет подано. Все, что касается должников юридических лиц, то есть коммерческих предприятий, те, кто не до конца, скажем так, на сегодняшний день исполнил свой долг перед нами, ну, могут не рассчитывать на нашу благосклонность. То есть в отношении своих должников юридических лиц недобросовестно мы будем действовать жестко. Благодарю вас, спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Владимир Базарь, заместитель директора Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей о старте отопительного сезона. Напомню, это случилось сегодня, 1 октября. Это была программа «Подробности». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин